Хочу, чтобы ты была права. Так, у меня вопрос, Игорь Владимирович, смотрите. Кстати, я не знаю, так Господь делает, что ли. Я назван вот родителями неправильно совершенно. Не, ну как, они хотели так, Игорем назвали, ни туда, ни сюда. Ты знаешь, кто у меня, как хотел ангел-хранитель сказать, откуда я знаю, кто у меня ангел. Мой святой имени Киевско-Черниговский князь, тайный монах был. Я не слышала даже о нем. Четыре раза он был правителем в Киеве. Ни разу не воевал. Его приглашал киевский народ за его кротость и мягкосердечие. И в конечном итоге написано, какая-то чернь, ну я так читал, конечно, поподробнее. Его убили. Убили на четвертый раз правления. И он понемногу царствовал. Приходили там братья его, там родственнички. Выгоняли его из Киева. И вот это, Чернигов принимали. И он там был и очень, он всем нравился. И опять его туда. Это знаешь, это было до нашествия Батыя. Я думаю, не за него ли нашествие было. Почему? Ну, потому что это самый кратчайший был. Он никого не убивал же. Угу. Был настоящий монах. Почтился и молился постоянно. И прямо его за это, ну что ты все молишься и молишься. Вроде как надо там идти разборостный чиник, а он опять не молился. Вот так. Понятно. Да. Ну, как всегда. Такие никому не нравятся, кроткие. Люди. Доброе утро, Иванечка. Ты что, в очках? Ну, давай. Эх, если бы ты тут была рядом, я бы вот открыл бы вот свой атлас. Угу. Видишь какой? Гляди, какой сейчас. Ты покажи. Мне на него даже страшно смотреть, а этот атлас. Поглянь, какой красивый. Да. Красивый. Это сотворение. Вот, гляди, карты. Видишь? Угу. Ну, тут плохо видно, но они есть. Гляди, это карты. Авраам спасает лоты из пленок. А где, как он проходил? Странствование Исаака. Там Кеврон, там это все. Камень под головой в Вифле. Потом, ну тут, что только нет. Вот, гляди. Божественный план спасения. Видишь? Вот он. Ага, увидела. Я прочитаю сейчас, что тут есть. То есть, вот, 1 Петра 1, 20. Предвечный завет мира. Прежде создание еще мира. Вот бытие. Первая глава 25 и 29 стихи. Бытие 2 глава. 16-й, 17-й. Завет с Адамом. Вот так, видишь? И тут все-все расписано. Вообще, ну, стихтанты. Переселение израильтян. О, глядь, какая красота. Египтяне. Недавно мне мысль пришла. Я, это, люблю документальные фильмы смотреть. У меня сейчас полетел. С миром приняли вас. С миром, Надежда Тихоновна. Тихо, он отвечает на урок. И, да вот, показываю атлас свой, по которому я карты смотрю. К сожалению, я его найти не могу. Вот так, чтобы он был... Ну, по нему и хорошо смотреть эти все места. Я все это сейчас дохожу. Сейчас, погоня тут. Раздел обитованной земли. Видишь, как раздел... А, ну да, это раздел еще. Судьи. Вот, вот. Царство Саула. Видишь, какое было? Царство Саула. Вижу. Видишь, какое? Все, они знают, эти мужики, которые составляют эти карты. Я прямо хочу сказать, что все это условно. Потому что, ну, кто точно знал? О, а вот это вот, царство Соломона. Гляди, какое. Ого. Большое такое. До Ифрата, да. До Ифрата было оно. До Ифрата и до Египта. Видишь, какое огромное? И вдоль Средиземного моря. Вот так вот. Ну, а делить-то что-то надо было. Израиль и Иудея. О которой мы сейчас говорим-то с тобой. Оно же поделилось. А как оно поделилось? Вот разделение царства. Вот тебе бабушка Юрий в день. Гляди. Вот оно как поделилось. Внизу вот это Иудейское царство. А это сверху Израильское царство. Вот. Вот это нам и нужно. И теперь мы с тобой говорим о третьей главе. Пророк Иеремии. Да. Третья глава Иеремии. Пророка. И говоришь, пока вы открываете, меня там заинтересовало еще одно написанное пророком. То, что, несмотря на это, ее сестра не обратилась ко мне всем сердцем. Ну, вот давай, гляди. Во-первых, давай второе. Давай вторую главу. Я так понял. И было слово Господне ко мне. Иди и возгласи в уши черри Иерусалима. Так говорит Господь. Интересно, да, гляди. Иди. А, я не открыл же этот самый. Подожди. Я же не открыл демонстрацию. Сейчас, подождите. Начну демонстрацию. Я помню дружбу юности твоей. О любви твоей. Так. Вот гляди, видишь. Иди и возгласи в уши черри Иерусалима. Двоеточие. Так говорит Господь. Двоеточие. Вообще. И тут. И было слово Господне. Еще двоеточие. Предложение все еще не закончено. То есть три двоеточия в одном предложении. Такого вот у нас не бывает. Почему? Потому что нужно передать слова Божие. Вот так. И она передает точь-в-точь. Кстати, о чем мы говорили? Когда? Что передавать? А! Мне сейчас позвонили с банка, с Тинькофф. Как-то по-другому называется. Ну и там карту предложили. Ты банк? Банк. Да. И я начал с ними разговаривать. И я говорю, в Бога надо веровать? Я говорю, с вами это разговариваю. Потому что хочу вам сказать вот о вере в Иисуса Христа. Что читать Библию надо. Она, я верующая. И мы с ней проговорили полчаса. Я рассказывал. Она в церковь ходит, женщина. Я говорю. Я и рассказывал все это. Что нужно исполнять. Говорю. Вы вот в храм ходите? Конечно. Я говорю, 719 канонов и правил. Священники вам рассказывали о них? Как 719? Я начинаю рассказывать. Что такое каноны там? В какие года? Она слушала потом. Это что? Вот столько всего нам надо исполнять. Я говорю. Так самое простое не исполняют. Троекратно не погружает же. Вас же не погрузили. Нет. Ну вот видите. Вы не крещены. А это все смерть уже. Короче говоря. Думаю, с кем же я разговаривал. Вот так. И гляди. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей. О любви твоей, когда ты была невестой. Когда последовала за мною в пустыню, в землю не сеянную. И гляди. Израиль был святынью Господа, начатком плодов его. Дальше. Я не буду все читать. Тут много. Это у нас вторая глава. Это вторая глава, да. И так говорит Господь. Какую неправду нашли во мне отцы ваши. Что удалились от меня и пошли за суетную. Суетились. За суетую. Вот. Священники не говорили, где Господь. И учители закона не знали меня. И пасторы отпали от меня. И пророки пророчицы во имя Ваал. И ходили во след тех, которые не помогают. Представь, что у них там было. И Господь говорит, я буду судиться с вами. Переменял ли какой народ богов своих, хотя они и не боги. А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Поделитесь ему, не висаясь, содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой. Это известное место. Источник воды живой оставили. Да. И высекли себе водоемы разбитые, которые не удержали воду. Вот. Это он все говорит об этом. И сыновья в Мемфисе. И хафны объели темя твое. Ну, то есть. Тебя теперь придет, говорит, иной, и его будешь слушать. Ну, вот. Так и получилось. Он же все это Господь уже знал. Все это в начале, видишь, было. Придет иной, это Христос сказал. Да. Вот об этом состоянии иудея. Мы считаем, что пророк Исайя, Ветхий Завет, не евангелист. Но когда читаешь других пророков, они не меньше евангелисты. Особенно, когда Иеремий говорит о священстве. Ород, говорит, внемлите вы Слову Господню. Был ли я пустыню для Израиля? То есть всегда вас подточили, переполненный всем вином, хлебом, маслом. Что вам еще надо? Был ли я страной мрака? Всегда вы, вежды ваши открыты. Я веду вас по пути светлому. Зачем же народ мой говорит? Мы сами себе, господа, мы уже не придем к тебе. Понимаешь, а говорил так народ? Говорил. А когда он говорил? Да не говорил, конечно. Ты человек как маленький. Ну, когда говорил так? Они всегда отвергали Господа. Начиная с Абуила, они все время отвергали Господа. Делами не говорили. Как отвергали всегда Господа? Ну, как? Этого быть не может. Ты вот тоже между строк-то читать не можешь, я вижу. Ну, как они отвергали Господа? Ну, где? Скажи мне. Это Господь им говорит, что они отвергают его. Когда они говорят, что вы топсите дворы мои? Пью ли я кровь, кусок и ем ли мясо? Мясо Валов. Все мои звери. Говорит он. А они-то приходят к нему во двор с чем? Что значит, пью ли я кровь козлов и ем ли мясо Валов? О чем он говорит здесь? О том, что Господу это жертвы неугодного. Игладиев. Ладно, а что за жертвы-то? Какие жертвы? Ты что себе представляешь? Те, которые он назначил. Можно сказать насчет отвержения? Во время Самуила же, когда народ отверг Господа, Господь сказал Самуилу, ты не расстраивайся. Они не тебя отвергли, не твое царство, а мое. И Самуил вышел к народу и сказал, несмотря на то, что вы отвергли Господа, не захотели. Ничего ты меня не можешь понять никак. Ты мне только скажи, о чем я уже дальше знаю. Подожди. Гляди. Когда они так говорили, они обосновывали все это. И Господь говорит, да, они меня отвергли. А дальше-то цари ставятся и ставятся и ставятся и ставятся. Они что, все отвергнуты что-нибудь? Я не слышу вопрос. Меня выбивает Игорь Владимирович. Я говорю, дальше-то цари царствуют столетиями. Ну, тысячу лет цари были до Рождества. Царствуют и царствуют, царствуют и царствуют. И Господь говорит, отвергли меня. Отвергли. В каком плане-то отвергли люди его. Потому что они не пошли путем его. Они неправильно понимали священное писание. Они не поняли, что будет за пророк. Не поняли, кто такой Мессия Спаситель. Путеводитель в Ожких. Они так и не поняли, кто это такой. Они не поняли. Они даже не поняли, почему Моисей, он же передал им, сказал, вы отвергаете Господа. Ну, а почему? Сыновья его были плохи. Понимаешь, этого Самуила, пророка. Хорошего пророка. Такого послушного Господу. А сыновья были плохи. И они не хотели с такими сыновьями знаться. Думали, что на этом как бы все... Говорят, Господь-то бы поставил других судей. Не обязательно сыновей-то. А народу надо было сейчас. Вот сейчас, как у других народов надо. Как у прочих народов сказано. Да, да, да. Вот в чем дело. То есть, они неправильно вообще понимали суть божественного проявления. Не понимал народ. И главное, что все не понимали, но очень любили Господа. Очень любили вот это жертвы, каяться, любили все это. Как и сейчас тоже. Идут женщины, говорят, это вот самые сосуды добоподвижные, существа на слезы. Плачут о Христе. Вот жалко. Вы, говорит, о себе плачете, Господь. А о себе что нам плакать? У нас все хорошо. Дети у нас есть. В храмы пойдем, жертвы принесем. А то, что они не принимают Господа. И Господь им все это сказал уже, что вы меня не принимаете. Это уже все ушло куда-то. Ушло уже все. Они не помнят этого, люди. И вот гляди. Вот. Все это говорит он. Вот где Господь. И было слово Господне ко мне. То есть, Керемии. И вот третья глава. Плавно перетекает все в это слово. И говорят, если муж отпустит жену свою, она отойдет от него и сделается женой другого, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна-то? Отпустит жену свою, муж? Вот так. То есть, как бы мне не нужна она, а потом, подожди-ка, а эта-то жена хорошая была. Дай-ка я ее назад позову. Меня там дальше удивило, что Господь дал разводное письмо. Он исполнил закон. И несмотря на это, говорит, возвратит. И гляди, дальше. Это уже он показывает на примере все, Господь. Что делается на ду... Это материальное, а пример материальный, а на самом деле все духовно происходит. Ну, до деяния. С миром, то есть, с другими богами. А он, видишь, говорит, со многими любовниками, и говорит, возвратись же ко мне, Господь говорит. А почему? Ну, то есть, это же не осквернилась ли бы земля. Но здесь, на духовном плане, он не отпускал жену свою. Он не отпускал невесту свою. Не отпускал. Сами убегают. Они, понимаешь? Народ сам убегает блудодействовать духовно. И говорит, подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобой. У дороги сидела ты для них, как оравитян в пустыне, сквернялась землю блудом. Ты чувствуешь, о чем речь-то? Конечно. Зато были убежены дожди. У тебя был лоб блудницы. Сейчас, здесь вот ты. Не будешь ли ты отныне взывать? Отец мой, ты был путеводителем юности моей. Слушай, вот сейчас молодежь, они как подрастают, как в бездну падают вот эту блудную. Вот так, так, так. Так, какой там это место? Десятый, да, стих, по-моему? Давайте я вам вопрос свой озвучу еще раз, Игорь Владимирович. Давай, озвучу. Все, мы прочитали. Это Господь, Иеревия говорит, обращается к Нему, а Он обращается к народу. Так, сейчас я найду это описание. Давай, вот оно, Писание. Видно его, нет? Нет, видно, нет. Слышно? Да, брат Николай, слышно? Да я пока там Деворы ищет, хотел сказать, что вчера как раз Волтауст тоже начинал слушать на эту тему. И он дал Господь вообще жертвоприношение и разводное письмо по одной и той же причине. Потому что люди настолько немощные были, что просто ради их немощи, чтобы они не увлекались как раз тем, что чужими богами там и что-то, это было повсеместно принято, приносить жертвы. Он ради них, чтобы они туда не уклонились, говорит, все, приносите мне жертвы. А чтобы жен не убивали из похоти, он говорит, разводное письмо, но это потом и Христос дальше там говорит, что по жестокосердии вашему. Это первый момент, то, что я вчера слушал. А второе, то, что как бы всегда мне не хватает сейчас ты сказал, брат, что они они прелюбодействовали, они и читал там, что когда было такое, чтобы иные народы переменили своих богов. А причина-то почему? Почему они переменили? То есть им закон, который Господь дал, он неудобен к исполнению? У соседних народов вот эти бесы, которых они богами называют, они такие требования не предъявляют к человеку, поэтому они туда совратились. То есть причина-то в чем? Почему они ответы живого? Вопрос не в этом совсем. Это вообще другая... Ну, как бы в одной тематике можно, но вопрос у нее не в этом. Она недоумевает по поводу того, что десятый стих, но при всем вероломная сестра его иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал мне Господь, отступница дочь Израилева оказалась правее, нежели вероломная иудея. Вот. Вот у нее... Почему? Почему, если они отступили от Господа, и даже сестра не обратилась к Господу всем сердцем, но она оказалась более правее? Она до сих пор не обратилась к Израилю к Господу, она оказалась более правее? Вот я тебе об этом и рассказывал. Временные рамки какие? А ты, как всегда, начинаешь бояться? Игра, когда вы мне рассказывали, я была у Людмилы Дмитриевны. У нее слушать невозможно, телефон брать невозможно. Я его спрятала в наушнике, слушала вас и слова не могла сказать. Есть работы, где я не могу разговаривать, вот как сейчас. Я сейчас сглажу, а Юля с супругом там с детьми. Мне не мешают. А есть квартиры, где нельзя этого делать. Так. тогда была та квартира. Диора, момент такой, Господь говорит наперед, что будут они отвергать Христа. Не всегда он говорит, что вы уже отвергли меня, означает, что прям непосредственно уже это произошло, а это на будущее сказано. В данном случае Игорь Владимирович тебе про это сказал, ты это поняла? Про временные рамки? Я не поняла, что это квартира говорил. Вы отвергли меня, относится уже к тому, что Христос пришел, его не приняли и так далее. Тут это включено. Ты это услышала? Услышала. Сейчас услышала, после того, как почерпнул, брат. Дело все в том, что это происходит перед тем, как придут войска на уходу Носера и разрушат Иерусалим. Наузардан будет у них этот военачальник. Иеремия, иеремия Господь дает последние слова свои, которые должны коснуться сердца правителя, естественно. И он возвращается к людям, прям в фильме показано, он там стоит, а за ним уже охотятся, стоит в окружении народа и читает им, потом у него забирает этот свиток, свиток царь сжигает и Господь говорит, пиши следующий, он следующий пишет, свиток, все, уже вот дни подходят. Какие это дни подходят, какой год? 836-й. Нет. Нет? Опять нет. Нет. Ты не просто ошиблась, так переврала все цифры, что некоторые из них случаются. говорите. 536-й. Когда произошло разделение евреев? В каком году? Про года не спрашивайте, Владимир Владимирович, свозняк в голове. 931-й год до Рождества Христова. Подожди, дай запишу, чтобы когда-нибудь запомнить. Давай, дорогая моя, тиши, тебе это пригодится. Разделение? Не будешь путаться. Разделение, да, произошло в 931-м году. Почему именно в это время? Потому что пришел Роваам, Роваам пришел на царство. Разрушение храма? Ну, это знаешь, опять же, приблизительно 931-й год, до Рождества Христова. Ну, точных цифр никто не скажет, 900-й скажем. Это не волнует. Сильно тут в этих цифрах не будем колебаться. Вот. И разделение произошло. 10 колен отошло. Ну, как бы называется Северное царство, хотя они напротив иудеи, евреев были, так что называют Северное или Израиль, Израильское царство. Израиль. Ну, начинаешь немножко находить? Отступница, дочь Израилева оказалась правее, нежели вероломная иудея. Почему не Израиль? То же самое же. А, вот почему. Они были врагами друг другу долгое время. 930 год, а захват в Ассирийский плен Израильского государства 10 колен произошел в 722 году. Они 200 лет воевали друг с другом. Эти два государства рядом. Братские. Народ один еврейский. Но так произошло. Я думаю, почему так? Сейчас думаю, понятно, почему. Во-первых, Господь по Иерусалим захватили. Сам Иерусалим не захватили. Но там Господь такие положил пределы для Ассириян. Не Неневия потом. Это столица этих Ассириян была. Туда увели дочь Израилеву. Понимаешь? Понимаешь. Ты в Армении была? Была. Ну, вот туда их увели приблизительно. Ну, так, к вам в Армению. Ну, Армения была, кстати, большая. Там третья часть Турции была. Персии кусок большой. Азербайджан. Грузины там отдельным племенем еще не были. Вот так. Все это была Армения. Вот такая была она мощная. До куда-то огромная. Но она была под также ходила в государство Сирии. Потому что их тоже захватили. Ну, они там как союзники были. Вот так. И теперь нам остается посчитать, когда в плен в Вавилон, теперь это Вавилон. Не Неневея, а Вавилоняне. Когда попала Иудея в плен? А Иудея называется Вероломная. Когда попала она в плен? И Иеремия тоже попала. Это 586 год разрушения Иерусалима. Они до этого еще пораньше немного попали. В 587 уже тогда захватили. Потому что там они около года не разрушали все-таки храм. А потом только разрушили его. 586 год. Была одна Иудея. То есть она ограничила со Сирией. А Израиль всех израильтян забрали в плен, поубивали и увели в Неневию. Понятно? Понятно. Слава тебе Господи. И теперь так как они были уведены раньше дочь Израилева они там теперь Богу молятся. Господи как же так? А почему Иудея это не в плене? Почему мы только подвижились этому пленению? И сколько они там были в плену больше, чем Иудеи? 722 год, 22 года, потом проходит все седьмое столетие, это получается 122 года, и плюс 858, 858, и плюс 15 лет. 122 и плюс 15, 135 лет они уже в плену. и они молятся Господу Богу, конечно, о чем? Вопиют об избавлении их, чтобы они опять пришли в землю обетованную, а в этот самый момент Господь продолжает, продолжает свою тесницу наложил на народ свой, Божий. И здесь войска на выходу носора, то есть Вавилон, уже Вавилоняне, ассириан уже разгромили, они заходят в Иудею и захватывают полностью теперь Иудеи. И теперь поэтому Иеремия, он Иеремия говорит, вот то, что брат сказал, он говорит на будущее, как все будет. И говорит о том, что сестра-то ее правее, в чем правее? Они молятся уже, они все поняли, но они не могут прийти туда и сказать, братья, мы все поняли, мы должны быть вместе с вами. Ведь после этого, в 516 году, когда Заравель Ниемия выведет всех оставшихся евреев, братьев, для строительства стены и храма, Заравель будет строить храм, а Ниемия с Ездрой будут строить стену и город сам отстраивать. Почему называется храм Заравеля, а они Ездры или Ниемии, они что там в это время были? Они вот трое были в одно время. Потому что они занимались немного разным строительством. Хотя все это город Иерусалим отстраивали. Они же вместе все были. Потому что Господь обратился к Гея, а Гея вызвал Заравеля, чтобы он построил храм. Слушай, подожди, не сбивай меня, пожалуйста, я тебе мысли излагаю, ты вот ничего не понимаешь и меня сбиваешь еще. Подожди, ты молодец, много там читала. Я тебе рассказываю, ты... Я молчу, простите. Ну, слушай, мысль, ты никогда не поймешь, если не послушаешь меня. Будешь опять выходить вокруг да около. А теперь скажи мне, они вышли из Вавилона, а те евреи, которые в Неневе, где они? Те, которые израилетяне-то были, 10 колен, тоже евреи. Они-то где? Не знаю. Вот. Вышли-то только с Вавилона, то есть иудеи. А остальные-то где? Которые были с Иераваалом во времена Раваама, которые поклонялись этим золотым тельцам в Дании и в Вефеле в этом. Они-то уведены были раньше на 150 лет, и еще прошло 70. 220 лет они в плену. Они пришли частью или не пришли туда, в Израиль? они же уже были в Вавилонском государстве, царстве. О них вообще никто не говорит, я не слышал этого. Но они есть, видишь, они есть. И вот Господь об этом и говорит. Слушай, и сказал мне Господь, отступница дочь Израилева оказалась правее, нежели вероломная иудея. то есть отступница дочь Израилева, это 10 племен, и вероломная иудея. Вот отступить отступник человек и вероломный, что-то есть одинаковое об этом или нет? Конечно есть. Конечно есть. Но почему так-то тут названо? Вот смысл в чем. От чего отступница дочь Израилева? От чего она отступила? От Господа. А как? не испаняя заповеди и слова пошло дело. Да, да, конечно. Нет? Ну понимаешь, это понятно, это самое легкое сказать. Все отступили вообще, и потом Христос пришел, потому что все погибли, все, никто не, это нет. Я тебе конструктивно тебя спрашиваю, думаю, ты знаешь, почему она отступница, дочь Израилева? Отступница от чего? Когда она отступила? Какое качество она потеряла? Что они сделали конкретно? И местописание, местописание. Не знаю, Грузнич, раскройте. Да знаешь ты все это, ты читала. Иераваам, Иераваам такой был. Ну ты о нем знаешь или нет? Знаю. Вот, слава тебе, Господи, это хорошо, что ты знаешь. Так вот этот самый Иераваам, для того, чтобы люди не ходили в Иерусалим, он же отделил 10 лет. Он сделал себе двух тельцов золотых и сказал, ходите туда на праздники, а праздников три было, и нужно было идти в храм Божий, который в Иерусалиме, а они ходили к этим золотым тельцам. Об этом мы читаем в книге Тавита, где он говорит, никогда не ходил, давай откроем книгу Тавита, прям прочтем, она такая, как мне нравится она, она последняя кстати здесь, и гляди как тут написано, а кстати тут об этом все написано, книга сказаний Тавита, сына Тавиилова, Ананиилова, Иудаилова, Гаваилиилова, из племени Осиилова, из колена Нефалимова, который во дни ассирийского царя Анимесара, взят был в плен, вот, из Фислы, вот, об этом годе я говорю, 722, находящийся по правую сторону Кидия Нефалимова, в Галилее выше Осира, вот так, видишь, прям география даже сказана, можно посмотреть, где, ну, гляди, в Галилее, то есть, Галилея, понятно, это где, море Галилейское выше Осира, там есть населенный пункт Осир, то есть, вот оттуда он был взят, а как звали этого осирийского царя? Ене Мессар, Ене Мессар, вот, осирийский царь, в те времена, в Дании, вот про это и говорится, и говорит дальше, и делал много благодеяний братьям и народу моему, пришедшим вместе со мной в страну ассирийскую, в Ниневию, я тебе постоянно Ниневия, Ниневия, Сирия, Ассирию задолбил, наверное, всю голову, когда я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи юношей, тогда все колено Нефалима отца моего находилось в отпадении от дома Иерусалима, избранного от всех колен Израиля, чтобы всем им приносить там жертвы, где освящен храм селения Всевышнего из всех произведений давал сынам Левиянам, служащим в Иерусалиме, а другую продавал, каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме, о трех десятинах, о, сюжет такой, а третью давал тому, а, даже, это, две всего, а третью давал, кому следовало, как заповедовал мне, Девора, только две В, у тебя две В, Девора, правильно? Ах ты, ты не та, Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою, слушай, у тебя жизнь с твоим именем теперь библейская какая-то, мы можем это имя встретить только в Библии, читай, главное, Деворы, как я забыл-то об этом, достигнув мужеского возраста, взял я жену, так, то я родился, и когда я отведен был в плен в Ниневию, все братья мои, одноплеменники мои, ели от снеги языческих, а я соблюдал душу мою и не ел, ибо я помнил Бога всею душою моею, и даровал мне милость у Ени-Миссара, и я был у него поставщиком, вот так вот, и даровал, вот так, ходил в Мидию, и дал серебро на сохранение, когда же умер Эмиссар, вместо него царился сын его Синахерим, которого пути не были постоянные, я уже не мог ходить в Мидию, в одни Эмиссара, я делал много благодеяний братьям моим, а когда Синахерим, он начал уже убивать евреев, вот гляди, как тайно погребал я тех, которых убивал царь Синахерим, когда обращенный в бегство возвратился из Иудеи, господь, Синахерим, помнишь, там было много смертей, там, сто, сто, семьдесят пять тысяч, и поэтому, в общем, и остановилось нашествие, как бы захватили Иудею, но господь, когда Иудею посидел, был благочисленный царь, Иуаз, по-моему, там, а он многих умертвил ярости своей, отыскивал царь, трупы, но их не находили, ну, и тут его предали, и дальше, не прошло пятидесяти дней, как два сына его убили, его убежали в горы Раратские, видишь, горы Раратские, там все это было в их пределах, то есть, там тоже были евреи, и воцарился вместо него сына его Сехердан, который поставил Ахиахара, Анаила, сына брата моего, над всей счетной частью царства своего и над всеми домоправителями, вот так вот, и ходатайствовал Ахиахар за меня, и я возвратился в Ниневию, Ахиахар уже был и на черпе, и хранил перстень, видишь, сколько мы можем здесь узнать интересного, Игна Владимирович, книгу Тавита, месяца три назад, ну, и не смогла сопоставить с тем, что сейчас читаешь, да, нет, не смогла, я более там другое оттуда беру, вот, вот, наставление отца сына, я там беру, а мы сейчас с тобой берем то, что надо для твоего вопроса, Игна Владимирович, а вот вы сейчас читаете, и вот смотрите, я искал это место, в шестом, Иеремии, 3 глава, 6 стих, тут говорится, сейчас, что видел это сестра, то есть она подала соблазн сестре своей, и я видел, Господь говорит это, сейчас я найду, так, это, подожди, ты опять, не надо скакать, как это, этот, кузнечик, дай я тебе отвечу, я хотела еще один вопрос задать, все хорошо, слушай, можно тебе ответить, ты же ничего не поняла, еще, я же до конца не рассказал, это же пчелка, вот она, скачет, как пчелка, она летает, как жужжит, туда-сюда, не успеваешь только, мне, ну скажи, что я дальше хочу сказать, я не знаю, что вы дальше хотите сказать, но пока вы говорили, у меня вопрос появился, еще один, ну ладно, говорите, что появился, запиши его, и да, я дальше-то договорю, а то мы-то не закончим, никогда, А теперь мы говорим об Иудее, о Израиле, поняла? Поняла, насколько поняла, Игорь Владимирович, в каком году израильское государство погибло? Поняла она, в 86-м, это разрушение храма, это Иудея погибло в 586-м, а израильское государство когда погибло? В 931-м в 931-м началось разделение, а государство-то это, оно образовалось в 931-м, а погибло когда? Не знаю, у меня не записано, вы не говорили. Говорил, 722-й, я тебе подсчитывал все, сколько лет там и так далее. Я не записала. Ну, да, конечно, не записала, ты ж гладишь, тебе когда? Игорь Владимирович, мне сказали, что в большом духе... Гляди, гляди, у нас есть три цифры, 931-й, разделение, ну, возьмем 930-й, не надо там, замучиваться, первый там, 930-й год, разделение началось, образовались два государства из одного еврейского народа, израильская, она называется дочь Израиля, дочь Израиля называется, отступница, почему отступница? Потому что отступила от Господа, просуществовала всего 135 лет и была захвачена вот этим сыном, и е... так, ну, ладно, не выговорю, и немия вот эта вот, называется она отступница, потому что отступила от Господа и не исполняла заповеди, то есть установление, установление, которое Господь дал о жертвоприношениях за грехи, и не только за грехи, и за благодарность тоже, там и мирные жертвы есть и так далее, жертвы хваления, вот, и теперь дальше, а теперь ее сестра называется Иудея вероломная, все, это была отступница, младшенькая, а старшенькая Иудея вероломная, так вот, почему она вероломная, теперь нужно ответить, ее же Господь оставил, он дал победу, над этим, сенахеримом, вернее, ну да, сенахеримом, иудеи, отступили, на сколько отступили, так, подожди, я там неправильно посчитал, 331 и 722, 210 лет, 210 лет существовало это государство, а после захвата Израиля до пленения иудеев, иудеи, прошло 135 лет еще, вот они все 135 лет, иудея, это вероломная, вероломная, не просто отступила она там, она не просто отступила, она оказалась вероломной, то есть обманула Господа, вероломная, это тот, кто, вот вероломное нападение, в Германии, на Польшу, вероломное нападение, на Советский Союз, делали, делали лишь, что они друзья, а сами раз, и кинулись, убивать, грызть, так и иудеи тоже, иудеи, Господь посылает им пророков, чтобы они обратились, чтобы они знали, что их ждет за отступничество, а они, делали вид, что они верующие, а сами, слова Божьи, не просто сжигали, как вот этот царь, свитки, которые Еремея давала Господа, он их сжигал, вероломные, то есть они, ополчились против Господа, хотя делают вид, что все у них хорошо, вот так они всегда поступали, он об этом и говорит теперь, в этот самый момент, когда иудея, видишь, видишь, разгром израильского государства, кстати, они не пришли им на помощь, их отвели в плен, сколько их там осталось живых, непонятно, и в этот самый момент, они не молятся Господу сохранения, они, пребывают, в такой, гордости необыкновенной, душевной, что вот мы какие, этот Израиль, ну, покорен противником, а мы вот какие, вот они мы, вот государь, государь, это все, говорят о себе, то есть не к Господу обратились они, видя такое, такое посрамление иудейского народа, от язычников, а к кому они обратились, к идолослужениям обратились, вот куда, с иными богами, вступили в связи, хотя они и не боги, говорит Господь, а в этот момент, вот эти самые, и израильтяне, те же евреи, они там, в этих, на горах Араратских, где-то, в Ненеле, молятся Господу, ждут освобождения, когда они могут пойти в свои земли, но когда это будет, понятно, что ничего не будет, они понимают это, но у них вера есть, они там обрели веру в Господа, и теперь, и теперь следующие слова, говорит он, это то, что будет, и говорит так сейчас, но при всем этом, вероломная сестра ее, иудея, не обратилась ко мне, всем сердцем своим, не обратилась, а только притворно, говорит Господь, и сказал мне Господь, отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная иудея, понятно теперь, понятно, они там молятся уже, они веру приобрели, а иудеи здесь, которых Господь украс, и они в плен не пошли, они наоборот, еще больше вас гордились, и даже, страшно сказать, они про своих братьев говорили, так им и надо, так им и надо, что их захватили, слава Богу, что это сделано, понятно, такое вероломство, вопрос, вопрос, ну, немало не сомневаюсь, давай, уточнение, чтобы, смотри, то есть они, шесть поколений там, молятся уже, Израиль, в то время, как эти, они радуются, что вот, так вам и надо, но, вопрос такой, если они друг с другом воевали до этого, ясное дело, что у них ветхозаветное вот это устроение, что раз нашего врага берут в плен, у них хорошо, так им по делам, то есть у них новозаветного то нет восприятия, и они, получается, что, если ты воюешь с кем-то, а тут его захватывает, пусть даже язычники, вот они радовались, получается, то есть у них, было ли у них до этого такое понимание, когда они воевали, все, мы со своими воюем, только мы их имеем право трогать, а язычники не имеют, или все-таки они уже все их как встан врага не стали? Нет, у них такого не было, они же первая война, которая должна была разразиться между Раваамом и, ну, двумя племенами, и Иерусалим, где столица, и Раваамом, остановил Господь, послав пророка, который остановил это кровопролитие, и они послушали его, и разошлись, уже войска собрались, для битвы, но, к сожалению, после этого, ну, были пророки, но остановить не смогли, то, что было, ну, и помнишь, там, Елисей, когда ослепил этих моавитя, сириян, которые пришли, там, сирийцы сильно уже досаждали Израилю, казалось, они захватят этот Израиль, в конечном итоге, разобьют, но нет, сами, сами сирияне погибли, в домах, под копытами, Синахерима, отца его, ну, а потом, Синахерима, и в конечном итоге, и потом Израиль пал, тоже, и, но, подошел к Иерусалиму, и там Господь сделал вот это чудо, были войска, умершлины все, и, казалось бы, теперь, прославлять, и Господа, и благодарить за то, что народа Израильского осталось немного, как в книге судей, благодарили, что не все вениамитяне погибли, хоть 600 человек осталось, мужиков, а остальные всех убили, даже детей, это невероятно, и все-таки, в конечном итоге, голос, Божий победил в них, это же, ну, как, милосердие, это они не забыли, в тот момент, суд милости, веру, они сказали, как так, это колено Божие, как мы его можем, они так же говорили, помните, двадцать, двадцать первая, по-моему, глава это, книга судей, это говорит, как так, как мы можем народ Божий истребить, и 600 человек, там, жен им фонтали, странным образом, и колено Вениаминова восстало, а здесь-то, десять колен потерялись, десять, как можно было, говорить, радоваться, что они погибли, и они оказались вероломными, вот эта сестра Иудея оказалась вероломной, она обманула, Господь, то есть, они там был благочестивый царь, они каялись, в этот момент, приблизительно, они нашли, закон Божий, Шева, такой, в Песе, передал его Иоасу, по-моему, Иоас был, сейчас, скорее всего, и он благочестивым царем стал, они пасху начали справлять, ну а потом погибает этот царь, тоже пошел там с египтянами воевать, ему царь египетский говорит, да я пройду тут мимо, и с твоими врагами буду воевать, не витянами этими, а сирианами, а тот, нет, нет, через мое время никто не ходит, я сам, я сам тут хозяин, и все, и вышел навстречу ему, и погиб, вот так, благочестивый царь был, погиб, а после этого пришел там, и последний монастырь там был, такой кровопийца, что его тоже там отвели в плен, кстати, там надо посмотреть, куда его отвели в плен, в Вавилонию, или еще в Атсирию, там покаялся, и обратно пришел, уже тогда правил, как благочестиво, но недолго, ну покаялся, говорят, принял Господь его покаяние, монастырь этого, монастырь, вот так, ну, как бы ответ, действительно, такой вот, очень объемный, надо знать о том, почему разделение, ну, а теперь уже те вопросы, которые ты ставишь, почему там они отошли там, и так далее, почему, тоже сказано почему, он сказал этот Ереваам, в 1930 году, когда Ереваам начал дурить, просто, говорить, что он тут всех рабы превратит, он сказал, по шатрам Израиля ушли, а теперь дальше, представь себе, ушли, а на праздники надо ходить в Иерусалим, и что тут сделать, надо прям отделяться стеной железной, потому что мужики туда пойдут, а их там будут захватывать и оставлять, он же понимает, потому что, ну, до Равама-то дойдет это, и он сказал, ни в коем случае не ходить туда, вот вам, два бога, а какие должны быть боги, ну, видать, такой был странный какой-то, он благоволил вот к этим быкам, сделал двух быков, вот таких, таких сделал, сделали отцы наши, при горе Синае, когда там выводили из Египта, Моисея, вот они, и боги, а то, что он их истер, и заставил пить эту воду, порошком, он почему-то не знал, ну, там есть вопросы, в Слове Божьем, и главное, никто не задает, и куча мужиков, вроде бы верных богу, а оказывается, они ничего не знают, глупые, бестолковые, ненужные даже, души развращенные, остаются там, и там эти, их много очень, их больше, чем людей, там очень большой, и фриль, отключите демонстрацию, меня выбивает, я слышу слово через слово, все, отключил, благодарю, вот так вот, ну, все, я, правда, не показал здесь карты, ну, вот так вот, карту показываю, вот так, вот она, это вот, израильское государство, это иудея, вот отсюда пришли, ассириане, вот тут, Дамаск, сначала они Дамаск захватили, а потом вот это, израильское, темно-зеленое, захватили, это 722 год, разделение произошло, между вот иудеей, и Израилем, вот это вот, все было тогда, такая палестинная, земля обетованная, произошло в 930 году, а храм иерусалимский, вот иерусалим, точечка, это там храм, его разрушил, на уходу носа, в 586 году, а захватили в 585, Иерусалим, его не сразу разрушили, храм, Господь давал еще время, на покаяние, и вот здесь, иеремия был, как раз, иеремия пришел, и давал царю, почитать, что говорит Господь, слова прям Господни, но не поверил, к сожалению, вот, и радовались, радовались иудеи, что у них нет такого соседа теперь, зато у них ассириане соседи, оказались, но потом этих ассириан захватили вавилоняне, и уже иудею захватили вавилоняне, большую силу набрали, и вышли к границам Египта, но Египет захватить не смогли, и вот это израильское, ну вот, то есть иудейское, еврейское государство, потом окажется на, будем говорить, границе двух могучих империй, это персидская империя сверху, а с этой стороны Египетская империя, и вот постоянно им доставалось, и до времен Рима, то есть до первых, до первых лет после Рождества Христова, вот так будем говорить, и потом мы даже не знаем, где эти израильтяне, вот видите, мы то, Тавита, если бы не было книги, мы бы не знали, они были, они были, в конечном итоге, когда это все стало принадлежать большой вавилонской империи, они потом, видать, туда приходили, но их уже в таком подсчете не было в большом, хотя, они как-то делятся по коленам, невозможно в это поверить, как они себя сохранили, ну, только если чудом Божиим, вот так, здесь я, к сожалению, не силен в такой этнографии по племенам Рима, хотя я спрашивал, я спрашивал, это, Зеленского Иоанна, который, с Кургана, и он говорит, да, говорит, есть такое, что, вот, допустим, священники или левиты, они определяются как по фамилии, я говорю, а племена, он говорит, ну, нечто такое тоже есть, ну, тоже до конца не может сказать, вот так вот, сестра, очень глубокий вопрос, как ты до него дошла, наверное, от Господа просто, вот тебе было это, я думаю, для того, чтобы можно было рассказать немного географию и хоть немного истории, чтобы мы понимали, что это, ну, это прям было великий перелом, тогда, потому что всем казалось, что Господь, ну, без всяких препятствий будет двигать вперед и вперед по исторической вот этой лестнице израильские народы, в конечном итоге все просто поднимутся к Мессии, то есть они все время поднимаются, им казалось, но нет, когда произошло разделение, все поняли, что идет-то провал, 900 лет провала до Рождества Христова и потом еще столько ждать, получается, 960 лет ждали, что же будет, и Господь объединил, да не евреев объединил-то, а объединил всю вселенную, все племена собрал, все народы, и когда он говорит об Иудее вероломной и об Израиле как отступнице, мы должны себя в этом видеть, себя, кто мы? Отступники вероломные, говорим одно, делаем, поступаем по-другому, мыслим набрать ее в злобу, не помогаем ничего, и те, которые приходят в храмы, что они приносят Господу, какие жертвы, вот так, можно сказать, Игорь Ильич? Все, да, говори, помните, я вас спрашивала про Аудимелеха, что с ним случилось, я же нашла, можно прочитать, и там так интересно раскрываете, Игорь Ильич, Иеремий 39 глава, 16 стих, иди скажи Аудимелеху, Ефиоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я исполни слова мои о городе всем во зло, они в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими, но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Игорь Ильич, и потом, я спрашиваю и этого, Игнать Тихонича, и нашла толкование Григория Двоеслова, принимающий пророка во имя пророка получит награду пророка, говорится именно об Авдимелехе, принимающий праведника во имя праведника говорится об Илье, помните, когда женщина приняла его, Илью? Ну, конечно. Она называется не женщина, а вдова Сарепская. Принимающий пророка говорится про него. Я так порадовалась, когда узнала. Я прям думала, ну что с ним случилось? Ну как он там? Говорится в 39 главе. Он Иеремии хлебушек дал, он его достал оттуда. Да. Ну, нигде не говорится, что там с Иеремией случилось. Нигде не говорится. Погиб он, не погиб. Так же, как и Абель Ильи. Так, ну ладно, благодарю вас. Все. Спасибо, Христос. Готовьте еще вопросы, очень интересные. Благодарю, Игорь Владимирович. Аллилуйя. Я как раз глазку закончила. Ну вот видишь. С Богом. Аллилуйя. С Богом, брат. Спаси Христос. Субтитры создавал DimaTorzok